Добрый день, друзья! С вами, как всегда, я Олег Дубовой и я приветствую вас на канале Пасека Курики. Ну, как вы уже догадались, речь у нас сегодня пойдет о рамке. Вернее, не о самой рамке, а о разделителе Гофмана. У меня на канале уже есть видео, в котором я рассказываю, какие рамки я использовал на протяжении своей пчеловодческой карьеры, какие я использую на данный момент, но в этом году у меня, в моем пчеловодческом хозяйстве, произошли кардиональные изменения. Ну, прежде всего, в этом году мне официально выделили под мою пасеку землю. А то тут по селу на просторах ютуба бегает сказочник, рассказывает, что якобы моя пасека стоит у него в огороде. Ни в чем огороде она не стоит. Она стоит на официально выделенной мне земле, которая раньше принадлежала сельсовету, а не сказочником. Вот, это первое такое знаменательное событие. Второе, это я поменял пчелу, свою злую. Я думаю, тот, кто смотрит постоянно канал, видели, какая у меня злая пчела, на добрую карнику. Дальше я наконец-то перешел на 145 рамку. Я долго к этому и шел, такими маленькими семимильными шагами, но все-таки так махнул шашкой и всю остальную пасеку перевел. Есть у меня там еще два улика осталось на 300, но весной я матку в 145 я посажу корпуса и тоже ее переведу. Вот. За то, что я как бы перевел свою пасеку на 145 рамку, моя спина, мои руки мне сказали большое спасибо. Работать, конечно, с корпусами 145 по сравнению с трехсотами это небо и земля. Плюс хочу отметить, что всеми, которые сидели полностью на 145 корпусах, показали гораздо лучшие результаты по своему развитию и сбору товарного меда. Ну и поскольку, как я уже сказал, сегодняшнее видео посвящено разделителю Гоффмана, рамке, то я и кардианально, меняю рамку на своей пасеке. То есть я ухожу от разделителя Гоффмана и перехожу на ту рамку, которой я пользовался всегда. Я всегда пользовался рамками без разделителя. Вот. Почему я это сделал, в этом видео я и как бы обосную. Может быть, кому-то мой опыт и мои выводы помогут сделать свой выбор в отношении рамок. Да, чуть не забыл. Это ж не все изменения, которые произойдут у меня на пасеке. Дело в том, что я с нового сезона решился и начинаю новый проект у себя на пасеке по малоформатным ульям. Скажу сразу, что практики работы с ними у меня нет никакой. Полный ноль. Есть только одно огромное желание. Есть теория, собранная с книг. Есть огромный многолетний опыт моих друзей, которые содержат такие улья и пообещали мне помочь. Ну и дополнительно собрал информацию на просторах интернета. Куда же без этого интернета? Никуда. Так что с начала сезона нового я начинаю проект от момента заселения пчел, ну и до бесконечности. Начинаю не один, начинаю вместе с вами, чтобы проверить, действительно ли так хороши эти малоформатные улья, что так хорошо развивается их пчела, что они быстро печатают рамки, дают очень много меда. Ну все, 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 все. Это вы узнаете и увидите вместе со мной. Может быть не все так и есть на самом деле, как рекламируется. Может я поддался этой рекламе. Ну увидим. Придет время, все увидим. Ну и чтобы этого всего не пропустить, не забудьте подписаться на наш канал Пасека у реки и нажать на колокольчик. Ну а теперь о разделителе Гоффмана. Изначально рамки с разделителем Гоффмана были предложены для многокорпусного улья Лансерта Рута. Но данная рамка стала популярной. Ее по достоинству оценили пчеловоды и в дальнейшем она стала применяться в других системах ульев. По ширине разделитель Гоффмана во всем мире равняется 35 миллиметров. Но в советской литературе было указано 37,5. Потому что во времена СССР буржуи нам были не указ, у нас были свои размеры. Ну вероятнее всего произошла какая-то ошибка. И эта ошибка закрепилась в учебной литературе. И так у нас как бы в бывшем СССР был разделитель Гоффмана 37,5. Но время не стоит на месте. Все движется. Мы как бы собрали чемоданы уже в Европу. Надо жить по-европейски. Ну значит надо думать по-европейски. И постепенно разделитель Гоффмана начал и у нас уменьшаться. С 37,5 стал 37, потом 36,5. Ну и в результате стал, как и во всем мире, 35. Но у нас как всегда все непонятно через какое место. Большинство пчеловодов у нас уже перешло на рамку с разделителем Гоффмана 35 миллиметров. А производители рамок до сих пор штампуют разделители Гоффмана на 37 миллиметров. Почему же так популярна рамка с разделителем Гоффмана именно на 35 миллиметров? Ну, сейчас как бы о плюсах. Прежде всего, то что в таких рамках практически нет рутового расплода. А значит пчела и не портит соты рутовыми ячейками. Второе, зауженная улочка не дает возможности пчеле вытягивать ячейки, превращая их в медовые соты. Значит им приходится нектар подымать из гнездового корпуса в верхние корпуса. Ну а матке достается гнездовой корпус, где она и успешно сеет. Ну и третий такой плюс, который, как мне кажется, такой спорный плюс, что якобы с разделителями Гоффмана легче кочевать, что меньше болтается рамка. Ну, по нашим дорогам, по-моему, никакой разделитель Гоффмана не поможет. Как видите, плюсов не очень-то и много. Может я что-то пропустил? Добавьте в комментариях, поделитесь плюсами. Ну, теперь о минусах. Прежде всего, что разделители Гоффмана давят пчелу. Ну, полбеды они давят пчелу, и очень большая беда, когда они давят матку. А отсюда сразу куча проблем. Матку купи, матку подсади, пчелы матку не принимают. Опять купи, опять подсади. Дополнительные расходы, переживания. Не успела оглянуться уже. И осень пришла, вследствие чего семья просела. В общем, проблем хватает. Дальше пчелы сбоку на разделителе Гоффмана наносят прополюс. Тем самым увеличивают улочку. Увеличивают улочку, пчелы начинают удлинять ячейки. Ну, а отсюда вы уже знаете, какие проблемы ожидают пчеловода. Следующее, это себестоимость рамки при покупке. То есть, она не дешевая. Это не дешевое удовольствие. И если пчеловод решит сделать их сам, то это тоже не дешевое удовольствие. Потому что, во-первых, много очень лишних операций в связи с этим разделителем Гоффмана. А это, значит, увеличивается время на его изготовление. Увеличивается время, увеличивается электроэнергия. Тут получается уже не только пила задействована, тут уже и фреза задействована. В общем, электроэнергии уходит больше. Электроэнергия у нас не дешевая. В общем, себестоимость рамочки опять дорогая. Дальше возьмем зимовка. При зимовке на разделителе Гоффмана в 35 миллиметров есть минус, о котором многие пчеловоды не знают, даже опытные. При зауженной рамочке в зиму клуб пчелиный очень рыхлый. Поэтому на зимовку улочку надо искусственно расширять где-то миллиметра на 4-5, чтобы пчелиный клуб был более плотный. А значит, чуть больше шансов хорошо перезимовать. Что у нас еще? Какие у нас тут еще минусы по рамочке? А! При обрезании сотов, забруса, при распечатке рамок мешают разделители Гоффмана. То есть нож упирается, переворачиваешь рамку. В общем, много лишних килодвижений и неудобства. Плюс при откачке меда часто именно с разделителями Гоффмана, из-за того, что расстояние здесь разное, вот в этих местах лопаются соты. Ну, может, еще что-то есть, я так сразу и не припоминаю. Но опять, если кто-то что-то припомнил, напишите в комментариях. Ну, и чтобы избежать всех вот этих, уйти от всех этих минусов, а эти минусы как бы превратить в плюсы, я и ушел от разделителя Гоффмана. Ушел, как бы, не жалея. Дело в том, что я раньше, у меня рамки были без разделителей, я прекрасно на пасеке справлялся, меня все устраивало. Вот. Ну, сами понимаете, как бы на месте ничего не стоит, прогресс движется, мода плюс дорога в Европу, сделали свое дело, и я как бы в свое время перешел на разделитель Гоффмана. Но, как говорится, лучше опомниться позже, чем никогда. Никогда. Вот. И я перешел, вернее, не перешел, я вернулся вот к таким вот рамочкам. Видите? Сейчас я покажу им ближе. Вот поближе эти рамочки. Это, как бы, уже не разделители Гоффмана, а это ограничители. Вот. Работать с ними удобно, быстро, ничего не убивается, ничего не дается. Вот. Видите? Хоп. Поставил. Нет еще. Расстояние между улочками здесь. Выставляете, какое хотите. В моем случае здесь 9 миллиметров. Надо. Отставил, поставил. И не боись раздавить ни пчел, ни матку. В этом же случае, пожалуйста, вот так уже не сдвинешь, 100% что-нибудь раздавишь. Надо поднимать, вот так аккуратненько оставлять. А это временные затраты. Вот. Значит, ограничителем может быть гвоздик, шурупик, что вашей душе угодно. Но я вот использую вот такие. Вот. Видите? Назову их ограничитель от дяди Миши. Дело в том, что именно такой ограничитель мне подсказал дядь Миша. Есть у нас такой пчеловод, хороший человек. Вот. Он мне подсказал, как их делать. Делаются они вот из такого вот кабеля. В нем вот медная проволока. Кабель этот используется на автостанциях. Кабеля идет, свечи подсоединяются. Он бывает красного цвета, черного цвета. Дальше это тоже мне дядь Миша сделал. Вот такую приспособу. Вот сюда по размеру. Вот у меня 5,5 миллиметров здесь ровно сделано. Вставляем. И вставил. Нет у меня нож. Пожалуйста. Взял, вставил. И обрезал. Все. Оп. Все. Годится. Есть. Дальше. Засунул гвоздик. Вот. И все. И вбил. Классно. Просто. Дешево. Дядь Миш, вам отдельный привет. И слова благодарности. Вижу рукой машет. Привет, дядь Миш. Кстати, дядя Миша вообще мастер на все руки. А еще он выращивает очень классных, обалденных маток. Я таких маток не видел. Они, что бегемоты. Вот такие здоровые, жирные, классные. Есть у него карника, есть итальянка. Но, к сожалению, маток он выращивает для друзей, знакомых. То есть, чтобы поставить это на промышленную основу и порадовать своими матками наших зрителей, наших пчеловодов, у него руки не доходят. Ну, думаю, рано или поздно дойдут. Так что, вот так вот я делаю эти разделители с легкой руки дяди Миши. Вот. С такой приспособой. Вот, как я сказал, здесь у меня ровно 5 миллиметров. Когда отрезаешь, получается отрезанная она летает 4,5, 4,5. Ну, в общем, получается у меня кулачка в 9 миллиметров. Ну, кто хочет, может увеличить вот эту приспособу, в общем, щель эту кто-то уменьшить. Ну, в общем, берите на вооружение, кому интересно. Вот. Какие плюсы у этой рамки? Прежде всего, она не давит пчелу. Она не давит матку. У пчелы здесь ничего не запрополюсовывают, то есть не увеличивается величина улочки. В изготовлении она проста до безумия. Выставляется один размер, кто ставит сантиметр, кто 8 миллиметров, кто 9. Один размер поставили. Нарезали этих планок, потом по размеру их порезали, позабивали гвоздиками, прибыли вот эти фиксаторы. Великолепно. Что касается вот этих фиксаторов, фиксаторов-ограничителей, они вечные, понимаете? Они вечные. Это резина. Рамка сгниет, а они останутся. Гвоздики, если поржавел, пожалуйста, вытащил, гвоздик новый поставил. То есть один раз нарезал себе таких ограничителей и пользуюсь до конца своей жизни. Обрезается рамочка великолепно. Поставил ножик в одной плоскости. Хлоп. Есть. При откачке соты не лопаются. Ну, в общем, что я буду повторяться. Все те плюсы, которые есть в рамке с разделителем Гоффмана, есть и в этой рамке. А все те минусы, которые есть в рамке с разделителем Гоффмана, их нету в этой рамке. Здесь реально одни плюсы. Я даже минуса найти не могу. Если, может, кто-то найдет минус, тоже напишите в комментариях. Мне будет просто интересно. Кстати, вот я в этом году... Ну, у меня есть постоянные клиенты по сотовому меду. Если я раньше продавал их с разделителем Гоффмана, и оно как бы так не очень смотрелось, то сейчас пчелка занесла, заносит очень ровненько. Я вот эти пимпочки, видите, они легко вытаскиваются рукой. Вытащил. Все. Запаковал. Отослал. Ну, все. Все. Ну, можно сказать, идеальная рамка для пасеки. Все эти два вида рамки, как с разделителем Гоффмана, так и без, имеют равные права на существование. Выбор, естественно, за вами. Что касается меня, то проанализировав все за и против, исходя из тех лет, что я использовал рамки разных модификаций, я понял, что данная рамка, она более экономична, практична и безопасна при работе с пчелой. Кстати, многие могут сказать, ну, вы же показываете 145-й рамки, а у нас 300-й. А что нам делать с 300-ми? С 300-ми то же самое. Точно так же прибиваете огранонечители и работаете безопасно для пчелы. Ну, как бы, вот и все. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, нажимайте на колокольчик. Эти несложные действия являются вашей благодарностью нашей команде и нашему каналу. С вами был Олег Дубовой на канале Пасека Улики. Всем пока, до новых встреч и крепкого вам всем здоровья.